Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. В этом видео мы поговорим про китайскую трехкилевую черепашку. Эти черепашки обитают в спокойных реках и озерах Азии. Как и большая часть рептилий трехкилевая черепаха является хищником. В нашей стране эта черепашка набирает обороты популярности и все чаще встречается в качестве домашних любимцев. Многим интересно, почему эта черепашка называется трехкилевая. Для начала нужно понять, что это вообще такое киль. Киль, нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна, обеспечивающие прочность корпуса самого судна. Наша китайская черепашка имеет на панцире три невысоких продольных киль, а именно по этой причине ее назвали трехкилевая. Длина карапаса достигает 28 см. В живой природе встречаются особи до 25 см. В уходе содержание очень схоже с красноухими и желтоухими черепахами. Для содержания в домашних условиях понадобится просторный аквариум горизонтального типа, обогреватель и желательно мощный фильтр. Помните о том, что идеальным для трехкилевых черепашек является температура от 22 до 24 градусов. Это касается как воздуха, так и воды. Черепашка должна вылазить из воды. Для этого ей понадобится островок. Обязательно нужна обычная лампа для освещения и тепла. При этом лампу размещают на таком расстоянии от островка, чтобы температура нагрева не превышала 31 градуса. Помимо этого, необходима ультрафиолетовая лампа. Если ультрафиолетовую лампу не использовать, панцины черепашки со временем станут мягким, и черепашке грозит гибель. Если жилище сделано правильно, и дальнейший уход соответствует требованиям, трехкилевая черепашка может прожить до 25 лет. На дно аквариума лучше ничего не ложить, так будет проще убираться. Но если сильно хочется, дно можно засыпать крупным грунтом. Живых растений однозначно в аквариум сажать не нужно. Они точно будут съедены, и по этой причине, как правило, их вообще избегают. Вообще, в кормлении особо неприходливо. Однако, нужно помнить, что это самый настоящий хищник, и ему требуется белковая пища, минимум 70% от всего рациона черепаки. Продолжение следует... В качестве такого корма обычно дают кормовые смеси. Насекомых, сверчков, тараканов и так далее. Можно предложить замороженные корма типа мотыль крупного, например, рыбу и морепродукты. Черепаха также не откажется и от растительной пищи, которая должна быть не менее 30% от общего рациона. Это могут быть бананы, одуванчики и иная зелень, например, листья салата. Малышей кормят каждый день, но по мере роста кормление должно происходить все реже. Взрослых особей желательно кормить не чаще трех раз в неделю. Панцирь взрослых самцов окрашен в черный, иногда темно-серый цвет. Самки светло-бурые, иногда бурого цвета. Какое-то время самец покусывает самку. Это он так за ней ухаживает. Во время спаривания самец захватывает самку своей челюстью. Спаривание происходит всегда только в воде. После этого в течение 60 дней самка вынашивает будущее потомство. Таким образом, за год самка может спариваться и откладывать яйца три раза. При этом в каждой кладке каждый раз будет примерно 4-8 яиц. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok На этом обзор подошел к концу. Если вам понравилась наша черепашка, ставьте палец вверх. До встречи в новых видео и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok